МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жалобы не обоснованы, но конкурс всё же отменён. УФАС считает, что подрядчика по реконструкции здания для галереи выбрали с нарушениями. Резких кадровых решений не будет. Максим Решетников сформирует новый состав правительства к концу февраля, уверены депутаты. Пермские разработчики готовятся выйти на международный рынок с новой версией сеноуборщика. Разработка дешевле аналогов в разы. Новости НРБК Перм. В студии Станислав Загайнов. Добрый день. Результаты конкурса по реконструкции здания для пермской галереи отменены. Краевой УФАС нашёл в заявке компании-победителя нарушение. В антимонопольном ведомстве прошло заседание, где были рассмотрены и признаны необоснованными жалобы на аукцион компании «Жилстрой» и ИП Хаджирокова, как и ранее компания «Транксипстрой». Заявка победителя компании «Стройгрупп» по оценке надзорного органа была допущена на аукцион с нарушениями. Теперь конкурс будет запущен вновь. Реконструкция галереи предполагает надстройку над пятиэтажным зданием бывшего в Кио и ещё одного этажа. В итоге общая площадь здания должна превысить 14 тысяч квадратных метров. Срок завершения реконструкции два года. Максимальная стоимость работ более 800 миллионов рублей. Исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников утвердит состав правительства к концу февраля. Так предполагают депутаты ЗАГС Собрания. В частности, Сергей Клепцын отметил, что одним из основных направлений своей деятельности новый глава региона выбрал социальный блок, в частности здравоохранение и образование. Максим Решетников уже провел совещание по вопросам здравоохранения в регионе. Также депутаты отметили, что в Рио у губернатора, скорее всего, не станет радикально менять правительство. Изменения ждут лишь несколько блоков. Он будет принимать решение, я думаю, скорее, такого прагматического плана. Значит, если он увидит, что вне зависимости от того, работал на предыдущем месте человек до его прихода, как исполняющий обязанности на этой должности, и если он будет отвечать его критериям, я думаю, что Максим Геннадьевич не будет предпринимать каких-то кавалерийских атак и достаточно там жестких решений. По мнению политолога Олега Подвинцева, первые результаты работы действующего губернатора оценят в мае. Тогда будет понятна возможность его участия в предстоящих губернаторских выборах в сентябре. Пермские разработчики готовят второй экземпляр специального сеноуборщика на экспорт. Его главным преимуществом станет цена. В одинаковых комплектациях с импортными аналогами он может быть дешевле в три раза. Сегодня продуктом заинтересовались не только российские аграрии, но и иностранцы. Первые заказы в компании отработали еще летом, поставили двух роботов во Францию. Подобные решения, по словам пермяков, сейчас представляют практически все европейские страны. Сейчас разработчики занимаются поиском инвестиций, но точную сумму средств пока не озвучивают. Сеноуборщики для разных стран будут иметь характерные особенности. От этого зависит конечная стоимость продукта. Мы дорабатываем алгоритмы работы робота. И стараемся придумать какие-то новые фичи, которых нет у конкурентов. А конкуренты у нас на самом деле есть. То есть они как грибы после дождя, то есть сейчас возникают. И необходимо успеть занять этот рынок. Сейчас самым топовым решением на рынке является Лели Джуна. Робот нидерландской компании. Пермский робот обладает системой позиционирования, основанной на магнитопроводе. Это очень точный инструмент, при этом он значительно удешевляет конечный продукт. Самая продвинутая версия пермского робота будет стоить около 10 тысяч евро. В самой простой комплектации всего 7 тысяч. Это в три раза дешевле иностранных аналогов. При этом в компании подсчитали, что окупаемость роботов в России составит около полутора лет. Рубль продолжает получать поддержку от нефтяного рынка, а также интересы зарубежных инвесторов к российским активам. Сегодня средний взвешенный курс доллара на единой торговой сессии на 11.30. Москвы понизился на 18 копеек до отметки 58.85. Эксперты полагают, главным катализатором роста курса рубля накануне стало заявление Эльвира Набиулина о том, что покупки валюты не являются интервенциями. Однако аналитики считают, что доллар может вернуться выше 59 рублей. Толчком может стать информация о предложении Сената США не только сохранить санкции против России, но и ввести новые. На этом фоне сегодня могут сформироваться условия для восстановления доллара в паре с рублем, говорят биржевые игроки. Ну а лучшее предложение по покупке доллара к этому часу в Перми предлагает банк Неева 58.80, по продаже Актив Капитал Банк 59.00, ровно. Лучшее предложение по покупке евро в банке Неева 62.75, по продаже там же 62.85. Больше новостей на нашем сайте. Следите за развитием событий на канале РБК. До встречи через час. Насколько рабочая профессия востребована среди молодежи? Сейчас в профессиональном образовании, я бы сказала, происходит революция. Способны ли нынешние СУЗы обеспечить предприятия нужными кадрами? Мы вынуждены их доучивать, докручивать, доводить до необходимого уровня. О путях решения кадрового кризиса в специальном репортаже на РБК Пермь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова